всем привет привет мои хорошие рада приветствовать вас добрый вечер сегодня со своей подружкой я хочу приготовить очень вкусное испанское блюдо и панада с тунцом милаш как в испании называется это блюдо правильно давайте мы приготовим для вас вместе поехали начинаем для том самую мелко нарезаем лук мелким кубиком два яйца мелко вот так вот нарезаем кубиком для начинки нашей импанады нам понадобится тунец пол перца 2 яйца половинка лука и томат для теста нам понадобится мука 1 желток разрыхлитель оливковое масло и соль для начинки мы смешиваем яйцо половинка болгарского перца половинка репчатого лука 2 банки тунца хорошенько перемешиваем и теперь добавим томат милаш а скажи пожалуйста насколько им понадобится любимое блюдо испанцев в разных регионах по разному готовят например на севере испании это довольно таки частые гости стола я замечаю что в этом регионе тоже ее частенько подают к столу это больше праздничное блюдо или каждодневное каждодневным тоже не не назвать но это наверное зависит от того насколько ее любят готовить я так думаю ну давай порадуем наших подписчиков тоже вкусным испанским блюдом не порадовать давайте для нашего теста нам понадобится забытый ингредиент который мы сразу не озвучили это вода 1 стакан 250 грамм дали нас растительное масло у нас в данном случае будет оливковое сколько грамм примерно милаш надо масло где-то наверно уйдет у нас около 70 миллилитров теперь мы добавляем будем добавлять по чуть-чуть вмешивать и сюда добавим же разрыхлитель здесь у нас 15 грамм ну вот из них 10 грамм и добавим это точно постепенно добавляем муку и смотрим сколько нам еще понадобится вот кстати еще вот что хочу сказать но это как бы мое открытие я в это же тесто добавляю майонез вот испанцы этого не делают моя делать для того чтобы тесто было более мягким более таким нежным все-таки в состав входит горчица и немножечко влияет на вкус и на консистенцию тесто тоже это буквально пару ложек у нас столовых мы переложили наше тесто на стол чтобы нам было немножечко удобнее его вымешивать вот такими вот движениями просто стараемся его размять на стол я добавила оливковое масло тесто получается вот такой вот консистенция на очень подвижная в нашем случае милаш сколько примерно ушло муки значит в пакете у нас килограмм здесь у нас остается получается семьсот семьсот пятьдесят грамм муки ушло это точно на вот такой вот кусочек теста крупкам она не липнет очень приятная нежная ну такой эластичная да 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 с пластилином конечно они сравнить ну можно сравнить наверно с выстоянным ганашем теперь примерно делим на две равные части наше тесто одно пойдет для того чтобы выложили на нем начинку 2 будет будет у нас часть это то чем мы будем прикрывать берем растительное масло смазываем руки смазываем лист выкладываем наше тесто у нас будет деревянная скалка у кого есть скалка для мастики это очень удобно поэтому рекомендую приобрести такая скалка которой не липнет тесто практически никогда какая у тебя хорошая татьяна скалка это воспитательных целях можно использовать нет да украинская привезла с украины хорошая удобно работать особенно если раскатывать большие например тесто на турецкий бурек мы раскатали наше тесто доведем будем выкладывать начинку выкладываем начинку распределяем ее равномерно по всему тесту не доходя до краев потому что края нам нужно потом будет защипать перекладываем наше тесто на лист все занимаемся второй частью для того чтобы нам можно было накрыть процесс такой же самый смазать руки хорошо оливковым маслом выложить размять и раскатать и накрыть этим тестом нашу начинку все теперь аккуратно переносим наше тесто на нашу инфаналу таким образом ее быстренько чтобы она не успела прилипнуть и аккуратненько расправляем края щипываем края щипываем таким образом все для того чтобы выходил воздух и наша импанада не поднялась и не стала такой вот шапкой и отправляем в духовку нет у нас еще предстоит желток который мы сейчас добавим опять же таки соль немножечко соли можно еще добавить буквально пару капель молока если есть желание или же буквально чуть-чуть пару капель воды наносим наш желток смазываем импанаду сколько наша импанада должна провести в духовке по времени вообще-то мы будем заглядывать и смотреть как бы определять на цвет но вообще в общей сложности 25-30 минут она проведет там это точно при температуре 175-180 градусов режим вот вверх-вниз будет у нас без конвекции вот такая вот у нас получилась красота вот это наша импанада сейчас мы отрежем кусочек и покажем что у нас получилось милашечка давай тесто довольно таки мягкое приятное вскрываем бойца вот такая вот красивая пушистая получилась у нас импанада я очень советую вам попробовать этот рецепт и вкусить маленький аромат испании всем спасибо всем приятного аппетита пока 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 а Продолжение следует...